Дорогие соотечественники, к большому сожалению, в своё второе обращение я вынужден вновь начать со слов скорби. Сегодня 1 сентября, исполняется 16 лет, как нелюди ворвались в Бесланскую школу номер один и в результате теракта погибло 334 человека. Это тяжёлая утрата для всех нас. В этот печальный день я хочу выразить славу поддержки всем родным и близким, жертв Бесланской трагедии. С сегодняшнего обращения я не просто обязан, я вынужден сделать, потому что события, которые разворачиваются в Южной Осетии, не дают мне спокойно сидеть и смотреть на всё, что происходит. Я хочу выразить слова огромной благодарности тем людям, которые вчера проявили огромную сдержанность, тем матерям, которые вчера предотвратили серьёзные трагические последствия. Да, убийство Инала Джабьева – это большая трагедия, но за этой трагедией может последовать и другая, более масштабная трагедия. Объявленная война против своего народа, действующим президентом Анатолиевичом Бибиловым и тем более вчерашнего поведения по отношению к тем, кто собрались на площади, не выдерживает никакой критики. Я вынужден делать это обращение и гражданам Российской Федерации, потому что идут попытки втянуть Российскую Федерацию во внутренние дела Южной Осетии. Мы – осетины, безмерно благодарны России. Я – гражданин Российской Федерации, как и 95% граждан Республики Южной Осетии. Мы безмерно любим Российскую Федерацию, нашу большую родину. Многонациональная Россия пришла на помощь братскому осетинскому народу во время грузинской агрессии. Благодаря России мы возродили через 800 лет свое Аланское государство. Отношение осетин к России никакой ревизии не подлежит. Наши предки дали слово, дали клятву верности России и нынешние поколения осетин с гордостью продолжают выполнять все обязательства, которые они взяли. Дорогие соотечественники, для нас не безразлична судьба России и авторитет России на международной арене. Россия спасла Южную Осетию и Абхазию не для того, чтобы мы, осетины, создавали определенные проблемы Российской Федерации на международной арене. К большому сожалению, нынешнее руководство Южной Осетии создало несколько таких прецедентов, когда в международные суды по правам человека из-за Южной Осетии на Россию подали несколько судебных исков, которые сегодня рассматриваются. Не для того Россия признала наше молодое государство и помогает сегодня Республике Южная Осетия в плане экономического развития, в плане обеспечения безопасности, а также в плане международного признания, чтобы мы лишний раз создавали какие-то проблемы России, подставляли Российскую Федерацию. Это одно из тех претензий, которые я высказываю открыто действующей власти. А то, что сегодня объявлена война собственному народу, это никакой критики не выдерживает. Но опять-таки все это будет бить по авторитету Российской Федерации. Мы обращаемся к гражданам Российской Федерации с огромной просьбой, чтобы они с пониманием отнеслись к тем событиям, которые происходят сегодня в Южной Осетии и поддержать народ Республики Южной Осетии. Те преступления, которые произошли на территории Южной Осетии, они всколыхнули все общество. Народ сегодня в праве требовать наказать всех виновных, которые совершили эти бесчеловечные акты. И дело тут не только в разговорах, не только в требованиях, дело в справедливости и справедливом законном наказании тех, кто совершил данное преступление. Когда народу Южной Осетии было обещано, что мы максимально будем стремиться интегрироваться с Российской Федерацией, и сегодня, когда эти шаги в полном объеме не решаются, а наоборот отдаляются от Российской Федерации, это вызывает возмущение и непонимание со стороны югостинского общества. Мы стремимся выстраивать с Российской Федерацией братские, добрососедские отношения. Мы всегда будем, еще раз повторяюсь, благодарны Российской Федерации, должны делать все, чтобы не создавать проблемы Российской Федерации, а наоборот, как международная витрина Российской Федерации, показывать всему миру, что Россия поступила абсолютно правильно и справедливо, признавая Южную Осетию и Абхазию. К большому сожалению, наши внутренние проблемы, которые начались с недавнего времени, не дают югостинскому обществу в полном объеме реализовать все намеченные планы. Ситуация, которая разворачивается сегодня в Южной Осетии, она не может оставлять безучастным всех, кто болеет за Южную Осетию. Я хочу пояснить, и некоторые моменты, так как ко мне обращаются очень многие люди, задают вопросы, я хочу ответить своему народу. Я никогда не играл с вами, я всегда был хозяином своего слова. И то, что в прошлый раз я говорил, что по просьбе своих друзей я воздержался от поездки в Южную Осетию, хочу открыто сегодня все сказать. Анатолий Ильич, готовилась серьезная провокация для того, чтобы в Южной Осетии ввели чрезвычайное положение. Анатолий Ильич, я обращаюсь к вам. Вы офицер, я вам присваивал звание генерала. Будьте честны до конца со своим народом. Я уже не говорю о том, как вы во время предвыборной кампании 2017 года наобещали всем моим сторонникам. Много чего, Анатолий Ильич, я хочу вам напомнить уже публично свои слова. Мне должность в Южной Осетии не нужна. Не забудь тех ребят, которые воевали и остались сейчас неудеб. Дай возможность ребятам служить своему отечеству. Вы сами предложили всем моим сторонникам структуру правительства, где они расписали свои пожелания, которые ты одобрил. Но ты из этого ничего не выполнил. Еще раз подчеркиваю, я должностей не просил и не прошу сегодня. Если кому-то кажется, что Эдар Джабеич какой-то рвется к власти. Анатолий Ильич, о каком реванше вы говорите? Я где тебе проигрывал? Я тебя вывел в политику, я тебя посадил в президентское кресло. Побойся Бога, о каком реванше говоришь? Я к тебе обращаюсь как к Осетину. Анатолий Ильич, давай не унижай свой народ. Прислушайся голоса своего народа. Если ты говоришь, что все это практиковалось в мое время, бытность, когда я был президентом, пожалуйста, приведи факты, кого и когда убили в цхимвальской тюрьме. Приведи факты, кого и когда вывозили в лес. Да, были задержания, таких как Пороста и все остальные, которые хотели сбежать в Грузию. Я сейчас углубляться в это не хочу. С 2001 года тоже были определенные проблемы. Те должностные лица, которые злоупотребляют своим служебным полномочиям, допускали грубое, жестокое отношение к тем задержанным или просто гражданам. Вспомните это дело тоже. Все они были уволены и те подразделения были расформированы. Да, в мое время тоже были ошибки, я их признаю. Я прошел через это, я не хочу, чтобы вы дальше продолжали совершать эти же ошибки. Я вам это говорю искренне. Но Анатолий Ильич, вы же в том же правительстве работали. Если вы видели, что это правительство не работает, что это правительство преступников, как вы говорите, почему вы из этого правительства не ушли? Если вы считаете, что я такой тиран и недостойный человек, почему вы не отказываетесь от такого воинского звания генерал, лейтенант, который вам присвоил? От ордена, которым я вас наградил. Анатолий Ильич, я тебе не ставил условия или ультиматумы. Я тебе предложил сложить в себя полномочия до 12 часов 31 августа. Анатолий Ильич, мои просьбы – это не твои ультиматумы грузинской стороне, чтобы они освобождали Ценнелийскую высоту. Вчера был траур. Вся Осетия скорбила по Иналу Джабьеву. Сегодня, завтра и послезавтра, то есть 1, 2 и 3 сентября, поминальные дни, скорбные дни в Братской Северной Осетии. Анатолий Ильич, у меня к тебе просьба. Не издевайся над своим народом и прими нормальное, мужественное решение. Наш народ – мудрый народ. Если то, что ты делал, было правильным, народ через некоторое время все это оценит. Но сделай этот поступок и уходи с гордо поднятой головой, и народ тебе это простит. Анатолий Ильич, я хочу остановиться на еще одном факте лжи. Ты говоришь, что никаких препятствий моего проезда в Южную Осетию нет. А кто же нагнал столько подразделений, от Ванила до Рука, и кто выставил эти посты? Я, как гражданин Республики Южная Осетия, имею полное право, законное право, не говоря уже о своем статусе экс-президента, имею полное право, законное право вернуться к себе на родину. И я у тебя разрешение спрашивать не собираюсь. Поэтому не ври. Вроде бы ты офицер, этим очень сильно гордишься, с 15 лет в сапогах ходишь. И поэтому нужно вести себя достойно офицеру. Ты дал слово народу, что если народ попросит, ты уйдешь в отставку. Ты и от этих слов отказался. Анатолий Ильич, не подумай, что я задался какой-то, или у меня такая самоцель, ну, сместить тебя с этой должности. Нет, этого требует народ. Услышь голос своего народа. Пойми свой народ. И кто бы что тебе не говорил, кто бы тебя не пытался там сохранить у власти, ты же сам говоришь, что ты не цепляешься за это кресло. Так не доводи последствия к второй или третьей трагедии. Я хочу обратиться к гражданам Республики Южной Осетии, своим братьям и сестрам, которые обращались ко мне вернуться в Республику, помочь и встать рядом с народом. Вы знаете, что я всегда открыто и честно разговаривал с вами. Сегодня я хочу рассказать всю правду того, почему я не сразу приехал в Республики Южная Осетия. Ко мне обратились ряд должностных лиц Российской Федерации с просьбой не появляться в данный момент в Республике Южная Осетия. Нам стало известно, что определенными силами готовилась провокация, которая привела бы к кровопролитию или способствовала бы введению чрезвычайного положения на территорию Республики Южная Осетия для того, чтобы нынешний кровавый режим удержался у власти. Я им не хочу давать такой подарок, а тем должностным лицам я хотел бы сказать, да, как многим из вас отношусь с огромным уважением. У нас дружеские отношения. Но я во время первого обращения сказал сегодня, повторяюсь, если дело касается моего народа и выбора между нашими с вами отношениями и народом Южной Осетии, авторитетом Российской Федерации, я вам официально заявляю, я выбираю свой народ и авторитет Российской Федерации. Вы имеете также возможность прекратить эти издевательства над народом Южной Осетии. Но, к большому сожалению, вы этого не делаете. Напротив, я получил определенную информацию, что планируется или по запросам югостинской стороны должны предпринять какие-то меры по отношению ко мне. Дорогие мои, к большому сожалению, я хочу вам ответить так же, как и послу Соединенных Штатов, который в свое время рекомендовал Михаилу Саакашвили физическую ликвидацию Эдуарда Кокойте. И вы это прекрасно знаете. Я тогда ответил послу Соединенных Штатов и вам отвечаю. Я себя приговорил с 1986 года, когда включился в активную борьбу за свой народ и за будущее осетинского народа. Меня этими угрозами, какими-то уголовными делами вы не запугаете. Именно это послужило поводом тому, чтобы я сделал данное обращение и заявить, если к вам поступали определенные обращения о том, что Эдуард Кокойте призывал к насильственному свержению власти в Южной Осетии, я здесь. Я готов ответить на все эти вопросы по месту предполагаемого их совершения. Поэтому я обращаюсь к гражданам Республики Южной Осетии, что я в самое ближайшее время проинформирую об этом все соответствующие службы Российской Федерации, выезжаю на территорию Республики Южной Осетии, для того, чтобы разъяснить все вопросы или ответить на все вопросы, которые есть ко мне со стороны правоохранительных органов Республики Южной Осетии. Я к себе не требую особого отношения. Я готов соблюдать все нормы, которые необходимы во время карантина, готов пройти через карантин, готов сдать все необходимые анализы и готов выехать в Южную Осетию и быть вместе с моим народом. Никто не воспрепятствует мне любить, ценить и бороться за интересы своего народа. Хотел бы также пояснить некоторые вопросы во время моего нахождения на территории Республики Северная Осетия Аланья. Я благодарен всем сотрудникам Министерства внутренних дел Республики Северная Осетия, Управления ФСБ по Северной Осетии, с которыми мы все это время контактировали, провели ряд необходимых бесед, профилактических мероприятий для того, чтобы на территории Республики Северная Осетия не было никаких сходов, митингов, собраний. Мы с уважением относимся к нашим братьям на Севере Осетии и мы не хотим, чтобы здесь происходили какие-то несанкционированные мероприятия. В то же время хотел бы ответить некоторым сотрудникам или же разносчикам слухов по поводу того, что Эдуард Кукойте собирал своих сторонников в каком-то зале пригородного района или же колумбу Эдуарда Джабеевича Кукойте остановили в Буроне, его развернули. Я так думаю, такого рода провокации направлены только на одно дискредировать Эдуарда Кукойте и его сторонников. Вы этим добиваетесь возмущения граждан Республики Южной Осетии. Вы этим пытаетесь настроить их против Российской Федерации, а также не другом России даете повод для того, чтобы обвинить Россию очередной раз. Мы вам этого не позволим. Дорогие мои соотечественники, я восхищаюсь вашим мужеством, стойкостью, вашим терпением. Знаете, я не играю с вами, я не играю в эту политику и я не ради должности иду в Южную Осетию. Я просто хочу, как сын астинского народа, встать рядом с вами. Я не хочу, чтобы наши матеря, наши сестры плакали. Я не хочу, что та молодежь, которая прошла через такие испытания, сегодня опять вновь встала на баррикады, но на этот раз против своего руководства. И я буду вместе с вами, и это непростые слова. В заключении своего обращения я еще раз хочу обратиться к гражданам Республики Южная Осетия, государства Алани, многонациональной России. Хочу пожелать вашим семям здоровья, счастья, благополучия и мира, совместного процветания нашим государствам. Мы должны добиться того, чтобы наши дети жили в правовом, свободном государстве. спасибо.